Всем привет! Вы на канале Линель, с вами я Елена Чернявская и сегодня мы будем с вами говорить про тоник для лица. Наверняка уже вы все слышали неоднократно о том, что необходимо обязательно тонизировать кожу на этапе после умывания перед нанесением крема. Что это просто необходимо для нашего лица и тоник для лица чуть ли не самая основная база в уходе. Так вот, давайте разберемся, так ли это. Смотрите видео до конца и мы выясним всю правду. И не забудьте поставить лайк. Чтобы понять, нужен ли нам тоник для лица или это просто маркетинговый ход, давайте рассмотрим, что обещают нам производители. Первое, что нам обещают, это восстановление PH кожи после средств для умывания. Ну, давайте по порядку. На нашей коже существует, живут большое количество различных микроорганизмов, бактерий, микробов и тому подобное. Их основная задача, если попадают на кожу какие-то чужеродные бактерии, вирусы или микроорганизмы, то они, как дружная армия, нападают его, защищают и выгоняют ненужные бактерии с нашей кожи. Это называется микробиом. Так вот, для того, чтобы микробиом существовал на нашем лице, чтобы ему жилось комфортно и хорошо, PH, кислота среды щелочной, должна быть не нейтральная даже, как нам говорят, а слегка кислая. То есть, значение 4,7 и до 5,5. Так вот, щелочные средства, которые мы умываемся, щелочные, что это значит, да, которые содержат щелочь, различные агрессивные павы, они разрушают, нарушают естественный PH, соответственно, микробиом наш умирает. И задача тоника, как бы, вроде бы, этот PH восстановить, чтобы нашему микробиому жилось хорошо. Но, если вы умываетесь постоянно щелочным средством, то ваш микробиом тоник уже не восстановит. Потому что микробы, вот эти полезные, наш микробиом, он уже мертв. Не получится так все гладко, логично сделать. Что же нужно тогда, да, как выйти из этой ситуации? Из этой ситуации только один выход. Вы должны умываться не щелочным средством, не содержащим павы, поверхностно активные вещества, агрессивные, и не содержащими щелочь. Оно должно быть абсолютно нейтрально для нашего лица. Тогда и восстанавливать тоником ничего не придется. А сейчас минутка рекламы. Именно поэтому я, как производитель косметики, создала средство для умывания, которое не содержит ни павов, никаких искусственных компонентов, и самое главное, никакой щелочи. Он абсолютно нейтрален для нашей кожи, а поэтому сохраняет свой естественный микробиом. Второе, что обещают нам производители, это тоник тонизирования кожи. Ну, что же такое тонизирование кожи? Что такое тонус кожи? Это увлажненность, упругость, эластичность, подтянутость. То есть, внешне тонизированная кожа, это кожа подтянутая, без морщин, упругая, с ровным цветом лица. Разве можно этого всего добиться просто каким-то лосьоном, водичкой? Если бы это было так, то остальные кремы, процедуры, гимнастика для лица просто не имели бы никакого значения. А еще многие производители пишут, что тоник это отличный проводник для всех тех компонентов, которые содержатся в следующем этапе нанесения, а это кремик. Так вот, с одной стороны, да, действительно, существуют некоторые компоненты, вещества, которые являются проводниками, позволяющими доставить некоторые компоненты, полезные компоненты крема, допустим, того же самого, в более глубокие слои кожи. Это так, но для того, чтобы проводник сработал таким образом, необходимо, чтобы вещество, вот это вот, которое является проводником, оставалось на коже в течение длительного времени, вместе с тем же компонентом, который необходимо донести в глубокий слой кожи. И это возможно, если речь идет о маске для лица, которую оставляем мы на 20-30 минут, либо какую-то сыворотку. То да, но в тонике, которым мы протерли лицо, даже если этот проводник и находится, он не выполнит той необходимой своей функции. Так что же все-таки нужно на этом этапе между очищением кожи и нанесением крема, то есть увлажнением или питанием? Нам нужно первое, нейтрализовать действие жесткой водопроводной воды, то есть убрать остатки воды, которые у нас остались на лице после умывания. Но для этого можно использовать любую жидкость, будь то минеральная вода без газа, например, или отвар трав. Это будет идеально. Дальше, что нам нужно, это устранить воспаление, либо раздражение на коже. Но для этого в тот лосьон или отвар должны входить травки или компоненты, которые будут обладать успокаивающим действием. Идеальный вариант это травы календулы или ромашки, например. И следующее, что нам необходимо на этом этапе, это устранить последствия микротравм, микроцарапин, которые мы получаем от пыли и от грязи, когда находимся на улице, особенно в летнее время года. Для этого нам нужны заживляющие компоненты. И опять с этим прекрасно справятся отвары различных трав. Сейчас я покажу вам, как можно сделать в домашних условиях совсем просто отвар из травок, который можно использовать на этапе после очищения до нанесения крема. И работать он будет не хуже, а может быть даже и лучше любого покупного тоника за немалые деньги. Нам понадобятся травки, любые. Мне очень нравится ромашка, либо календула, но вы можете использовать те, которые больше нравятся вам. Например, василек, крапива, малина, смородина, что там еще. Ну, то есть все, что растет у вас на огороде. Они могут быть в свежем, либо засушенном виде. Мы берем горсточку, примерно 2 чайные ложки. И заливаем стаканом кипятка. Накрываем крышкой. И оставляем примерно на 20 минут. Через 20 минут у вас получится крепкий настой, который нужно процедить. Для этого лучше использовать бинт, сложенный в несколько слоев. Ну, вот у нас получился отвар, который мы можем использовать на этапе между очищением и увлажнением питанием кожи. Который прекрасно заменит дорогостоящий тоник. Этот отвар вы можете хранить в холодильнике и использовать в сутки. Ну, то есть примерно его вам хватит на 2 раза. Если же для вас это проблематично и настаивать каждый раз новую настойку для вас сложно, то вы можете приобрести гидролат. Что такое гидролат? Гидролат это тот же самый отвар трав. Зелень, которые, травы, которые кипят, кипят, бурлят. Соответственно, идет испарение. И все полезные свойства поднимаются в этом пару. Конденсат собирается и сливается в маленькую бутылочку. Это и есть гидролат. Это замечательное средство, которое заменяет тоник и даже больше, чем тоник. Это очень полезно и очень нужно для кожи. У нас это гидролат. Календулы, есть шалфель, гидролат розы. Я выпустила это средство, как это мое самое любимое. Просто необходимое для лица, для волос, для кожи. Когда укусы насекомых, деткам, когда крапивницы или какие-то аллергические высыпания. Чудесное средство. Очень рекомендую вам. Либо то, либо это. Спасибо, что досмотрели видео до конца. В комментариях мне очень важно узнать ваше мнение. Пользуетесь ли вы тоником? Пользуетесь ли вы гидролатами или отварами? Либо вообще ничем не пользуетесь? Напишите мне, пожалуйста. А на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем пока!